Друзья, всем привет! Я Ольга Прокудина. Мой канал о садоводстве. Я люблю выращивать растения, работаю в области продаж товаров для садоводов, поэтому я знаю об ассортименте и семян, и вообще широкий спектр позиций. Я об этом очень много знаю, так что, если что, пишите, буду вам рассказывать. Сегодня я продолжаю пикировку и заодно вам решила рассказать о профилактике и вообще о борьбе с болезнями на рассаде. В основном, самую распространенную мы возьмем, да, проблему, с которой сталкиваемся. Не будем уж углубляться в вирусные заболевания, которые бывают в более позднем сроке. Ну, на раннем тоже бывает, но это уже совсем плачевный случай. Можно лучше взять и уничтожить рассаду, потому что наши усилия, мы затратим их очень много, но могут в большинстве случаев не увенчаться успехом. Сегодня мы поговорим о таком заболевании, в простонародье называется черная ножка. Когда я работала в рознице, в рознице я в продажах проработала довольно много. Я была продавцом-консультантом, начинала с небольшого магазинчика. А потом это уже были такие первые у нас в городе Барнауле, первая сеть супермаркетов, самообслуживание. Был такой дом семян, вот я там работала продавцом-консультантом, потом и заведующий. Ну, и в общем, зачастую приходилось сталкиваться с такой ситуацией. Приходит там покупатель, бабушка или женщина, ну, кто угодно, да, приходят и спрашивают. Вот вы знаете, у меня падает рассада. Такое ощущение, что кто-то ее высасывает. То есть рассада утончается вот здесь вот у... Сейчас мы возьмем один штучку баклажанчика заодно. Вот здесь у основания начинает так темнеть. И тоньше, тоньше, тоньше стволик становится. И рассада падает. Это никто не высасывает нашу рассаду. А это грибковое заболевание. Поэтому бороться мы с ним можем. Но лучше всего профилактические мероприятия проводить. Как мы можем бороться, если у нас уже какой-то процент начался заболеваемости на растениях? Скорее всего, очень переувлажнили почву. То есть прохладно, либо... Ну вот когда тепло, я меньше с таким сталкивалась. В основном прохладно и переувлажнение грунта, переувлажнение рассады. Поэтому для грибка создается благоприятное условие. И он с большой скоростью распространяется. Если вы уже столкнулись с этой проблемой, что мы делаем? Я бы рекомендовала легкого очень такого грунта. Ну вот, например, как у меня вот здесь. Вот он очень сыпучий. Фарт я использую. Так, сейчас я вам покажу. У меня здесь заготовочка. Вот живая земля. Терравита я использую. Фирма Фарт. Вот у меня синий цветочек. Не важно. Я для овощей и синий использую, и универсальный. Универсальный будет зеленая вот здесь пачка. Очень всегда в основном с этим грунтом я работаю. Потому что и по ценовой категории он более-менее. И по качеству. Тут есть и вермикулитик в составе, и песочек добавлен. В общем, он очень... Если его подсушить, он вот такой легкий и сыпучий. Он бы нам помог бороться с переувлажнением почвы. То есть, если уже вот здесь вот в лоточке у нас сильно влажно, мы уже воду никак оттуда лишнюю не сольем. А мы можем подсыпать либо вот этот вот грунт, либо мы подсыпаем песочком. Можно подсыпать просто песочек. Сверху аккуратненько, и тогда лишняя влага у нас уйдет. Еще бы что рекомендовала. Можно обрыскать раствором медного купороса. Но не сильно, все в меру. В соответствии с инструкцией. А можно марганцовочкой. Если позволяет грунт, не такой уж он сильно влажный, можно пролить марганцовочкой, либо обрыскать. Вообще рекомендую перед посадкой, если это ваш грунт, обязательно проливать марганцовкой, обязательно прожаривать. Ну и покупную тоже не помешает. Пролить перед посадкой горяченькой водичкой с марганцовкой. Тогда будет процент у нас риска снижен. Вот. Затем ранее я видела в продаже, сейчас уже пропали, были такие синие таблеточки иммуноцитофит. Вот можно еще и иммуноцитофитом, если где-то у себя в городе найдете. По-моему, его как-то из производства он ушел. Вот. Можно иммуноцитофитом больные растения уже побрызгать. Можно использовать вот такие препараты, как глиокаладин и олерин. Олерин может использоваться самостоятельно, то есть используем просто олерин. А вот у глиокаладина рекомендуется в паре с олерином использовать. Там внутри таблетки небольшие. Вот. Это не реклама, это я вам просто рассказываю о препарате. Разводим на, по-моему, в инструкции написано, на 300 миллилитров и опрыскиваем сверху растения. Если позволяет делать полив, то на 10 литров идет таблетка. Или две таблетки, вот эти глиокаладина и олерина на 10 литров. И можно вот этим раствором проливать. Это у нас биофунгицид почвенный на основе, ну и тут бактерии на латинском, я уже не буду сильно вникать. В общем, это биофунгицид биологический, то есть не химический, не вредный. Вот рекомендую его. Его можно использовать для профилактики заболевания. То есть берем там эту одну таблеточку и на одно растение в горшочек добавляем. Берем таблеточку, добавляем сюда в грунт и сажаем, пикируем растение. Здесь сколько? 100 таблеток. Вот в пачке 100 таблеток. Значит, нам хватит на 100 растений. Также его можно использовать в теплицах в открытом грунте. Либо в сухом виде, как таблеткой просто вносится. Либо разводим на 10 литров воды и проливаем почву для обработки, для профилактики. Ну а вообще, да, лучше болезнь предупредить, чем затем с ней бороться. Какие профилактические мероприятия мы проводим? Во-первых, пересаживаем. Грунт у нас должен быть обработанный. Хороший грунт. Я использую теравит. Если у вас есть желание и возможности, можно взять агробал. Тоже очень хороший. Грунт должен быть воздухопроницаемый. Вот именно тяжелый. О, сырый там, значит. У меня по просьбам моих друзей, я приобрела все-таки микрофон. Я надеюсь, сегодня звук намного лучше. Ну, перфоратор не сильно будет слышно. То есть грунт должен быть легкий, воздухопроницаемый. Тогда риск будет не такой большой, потому что такие тяжелые почвы с огорода принесем. И туда тогда нужно добавить хорошо торфа, песочка, вермикулита, перлита. И тогда вот будет хороший грунт для этого. Для профилактики проливаем марганцовкой, проливаем вот такими биофунгицидами. Еще можно периодически... Вот фитоспорин довольно популярный препарат. Бывает в порошках, бывает в пасте. Вот фитоспорином можно для профилактики периодически проливать. И тогда наши растения не будут болеть. То есть проводим профилактические мероприятия. Но самое главное, посадите растения и не перевлажняйте. Тогда все будет у нас прекрасно, все в меру. Я вот в прошлое воскресенье пересадила, распикировала баклажанчики. Это мы с вами делали. И еще до сих пор я не поливала, потому что стоит у меня моя рассада на лоджии. Сейчас у нас пасмурно и солнце так не нагревает там воздух. Так, что-то я углубила тут. Чересчур. Баклажанчики не будем сильно углублять. И там довольно прохладно. У нас сегодня вышло там 18 градусов. Поэтому я их до сих пор не поливаю, не переувлажняю. Посмотрела пальцем, ткнула влажно, все. Ну и пока я препараты никакие еще не применяла. Пока все еще так хорошо. Фитоспорином я очень редко пользуюсь. Людям, покупателям нравится, рекомендуем им. Многие любят препараты башенкома. Работают. Ну вот как-то я не люблю лишний раз препараты какие-то использовать. А, еще вам хотела сказать. Помните, у меня все по болезням, наверное, все по основным. Если там уже вирусные заболевания, пятнистость какая-то проявляется на листочках, то я уже как бы радикальные методы применяю. Убираю от основных растений, чтобы они тоже не заразились. Но такое бывает довольно редко у меня. Очень редко бывает. Поэтому я сразу убираю. Всегда можно найти у кого где взять рассаду и уже не связываться. И зря свое время, свой ресурс не тратить на это. Вот. Надеюсь, все было сейчас понятно, да, о борьбе и полезно, надеюсь вам. Я хотела сказать про мои помидоры, которые у меня не всходили. Никак не могла их вырастить. Вот, опять же, это моя ошибка. Агротехнику я не соблюла. Были вот такие небольшие плошки. И переувлажненный был грунт. И я вот никак не могла. Два пакета подсеивала. И уже на третьем, думаю, возьму-ка я вот взяла вот такой контейнер. Слегка увлажнила с пульверизатора. Я посеяла их. И сверху подсеяла, вот такого рыхлого грунта подсыпала. И больше не поливала. Постояла она у меня, опять же, на этом же подоконнике пару дней. Потом смотрю, думаю, наверное, прохладновато. И унесла возле батареи на стенку в зале. Там даже доступа света не особый. Вот, посмотрите, щетка, все нашло. А я уже грешила на семена. Поэтому не всегда, не всегда производитель виноват. А зачастую мы не соблюдаем агротехнику. Ну вот, я почти баклажан посадила. Следующее свое видео я хочу посвятить удобрению, подкормкам. Поэтому смотрите меня в следующем ролике. Надеюсь, вам что было полезно, интересно. Если не сложно, поставьте лайк. Буду очень рада, как обратной связи с вами. Пока!